Взрыв прогремел в небе на западе Кубы. Первые предположения местных журналистов были о взрыве военного самолёта, однако позже появилась информация от метеорологов. Учёные, прибывшие на место, провели анализ найденных обломков. Вита Лахова продолжит. Такого в кубинской провинции Пино-де-Ль-Рио ещё не видели. Неопознанный предмет, охваченный огнём, пролетел над землёй, оставляя за собой белый след. После падение и взрыв в домах задрожали стёкла. Мы ехали по улице, когда я увидел яркий горящий шар в небе, который летел на высокой скорости с океана. Луч света вспыхнул в небе, он нас немного напугал, хотя, впрочем, ничего серьёзного не произошло. Никто в районе серьёзно не пострадал. Потрясённая публика гадает, что это было версии разной от шаровой молнии до взрыва военного самолёта. Объяснение дала метеорологическая служба. Специалисты рассказали, увиденное метеорит. Подтверждают эту версию осколки, которые обнаружили на месте падения тела и оставлены им следы. Прибывшие на место сотрудники Института геофизики и астрономии на Кубе изучили обломки, проверили их состав. И сообщили, они состоят из железа, никеля и силиката магния. Впрочем, на этом сюрпризы для кубинцев не закончились. Оказывается, это второй метеорит за неделю. Команда экспертов Института геофизики и астрономии Офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялисе, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Если одних падение метеорита сильно напугало, вторые забеспокоились за древнюю наскальную живопись, то третьи нашли повод порадоваться. Еще до того, как ученые рассказали о составе осколков небесного тела, они начали собирать их и фотографироваться, чтобы затем разместить в социальных сетях. Кому-то сувениры останутся на память, а кто-то, возможно, по примеру жителей Челябинска, начнет торговать осколками. За трехкилограммовый кусок космического тела один предприимчивый россиянин просил несколько лет назад более двух миллионов рублей. Вита Лахова, Виктория Гусева, Вести.